Я вас приветствую! Урок 28. В этом уроке мы передаем данные с помощью Intent. На прошлых уроках мы узнали, что такое Intent и как им пользоваться. Из одного Activity мы просто вызывали другое, передавая Action. Теперь научимся передавать данные. Сделаем простейшее приложение. На первом экране мы будем выводить имя и фамилию, а второй экран будет эти данные отображать. Передавать данные будем внутри Intent. Создадим проект. Открываем Main.xml и рисуем экран с полями и кнопкой отправки. В EditText будем вводить имя и фамилию, а кнопка Submit будет вызывать второй экран и передавать ему эти данные. Пишем код для MainActivity.java. Определяем поля ввода и кнопку. Кнопки присваиваем обработчик . Рассмотрим реализацию метода OnClick. Мы создаем Intent с использованием класса, а не Action. Если помните, с такого способа мы начинали знакомство с Intent. Напомню, это означает, что система просмотрит манифест файл нашего приложения и если найдет Activity с таким классом, отобразит его. ViewActivity пока не создан, поэтому код будет подчеркнут красным. Это не мешает нам сохранить файл. Чуть позже мы создадим это Activity и ошибка исчезнет. Итак, Intent создан, смотрим код дальше. Используется метод PutExtra. Он имеет множество вариаций и аналогичен методу Put для Map, т.е. добавляет к объекту пару. Первый параметр – это ключ, имя. Второе – значение. Мы поместили в Intent два объекта с именами FName и LName. FName содержит значение поля AddFName, LName – значение поля AddLName. Остается только отправить укомплектованный Intent с помощью метода StartActivity. Теперь создаем второе Activity. Назовем его ViewActivity. Создаем для него LayoutFile и View.xml. Здесь просто TextView, который будет отображать пришедшие данные. Создаем класс ViewActivity. Пишем код. Находим TextView, затем получаем Intent и извлекаем из него String объекты с именами FName и LName. Это те самые объекты, которые мы помещали в коде MainActivity Java. Формируем строку выводов в TextView с использованием полученных данных. Не забудьте прописать ViewActivity в манифесте. На этот раз никаких IntentFilter не нужно, так как мы точно знаем имя класса Activity и используем явный вызов. Все сохраним и запустим. Видим такой экран. Заполняете поля как пожелаете. Я напишу John в поле FirstName и Smith в поле LastName. Жмем Submit. ViewActivity отобразилась, считала данные из Intent и вывела их на экран. Поместить в Intent можно данные не только типа String. В списке методов Intent можно посмотреть все многообразие типов, которые умеет принимать на вход метод PutExtra. На следующем уроке вызываем Activity с возвратом результата. Всем пока!